Почему мы гоняемся за людьми? Потому что нам тяжело, мы в отчаянии. Нам нужна какая-то помощь. Можно я у вас буду работать? Можно... Помогите мне, пожадайте мне кредит. Устройте меня на работу. Защитите меня от этих людей. Платите деньги. Работайте на меня. Все, за кем мы гоняемся, устанавливают с нами какие отношения. Деловые. Деловые означают, ты по факту мне не нужен, ты мне не нужен по факту. Но если ты будешь для меня что-то делать, тогда я тебе буду что-то давать. Это называется деловые отношения. Они не облегчают жизнь. Деловые отношения не дают облегчения. Кажется, что это классно, что я попал сюда, в этот хороший коллектив. Но если ты заболеешь надолго, тебя оттуда вышвырнет. А от этого никто не застрахован. Но если ты идешь путем милости и общаешься с людьми, в которых ты веришь или которые тебе верят, там есть вера в этих отношениях, тогда никто никогда в беде тебя не бросит. Если ты попадаешь в беду, наоборот, эти люди больше начинают вкладывать тебя, потому что они с тобой строят другие отношения, основанные на глубоких чувствах. Эти чувства невозможны просто в деловой жизни. Невозможны. Деловая жизнь — это путь труда, а духовная жизнь — это путь милости. В духовной жизни тоже есть труд. Можно трудиться, занимаясь духовной практикой. Допустим, я знаю одного человека, он мастер в цехе в своем, но его все воспринимают как наставника. Все люди приходят к нему советоваться в трудной ситуации в жизни, они его очень сильно уважают. Когда он просто, ему не надо напрягаться и повышать голос, когда он просто говорит, пожалуйста, вот эту работу сделай, люди сразу начинают делать. А если кто-то не делает, другие подходят к нему и говорят, ты что, ты понимаешь, что у нас старший вообще, как ты себя с ним ведешь? Путь милости означает сильное уважение. Человеку не надо сильно напрягаться, потому что его уважают. Через уважение решают все вопросы. Уважение — это самая сильная контролирующая сила. Того человека, которого уважают, ему не надо кричать, ругаться, топать ногами, не надо, чтобы решить вопросы. Но человек, который хочет идти этим путем, он не должен прилагать чрезмерные усилия для достижения своего результата. Он идет путем знания. Вот, например, муж не хочет ничего понимать. Жена, если идет путем милости, она не будет пытаться ему объяснить. Он не хочет ничего понимать. Он не хочет строить вот эти возвышенные отношения. Она просто садится, молитву начинает читать, и устанавливает более глубокие отношения с теми, с кем можно установить. В результате муж видит, что жена уже не интересуется им. Она выполняет все свои обязанности, но она не строит с ним слишком близких отношений, но при этом делает с любовью все. И тогда ему становится тяжело, потому что ему же нужны отношения. И он начинает пытаться к ней как-то подобраться. Сначала с помощью лести, потом угроз. И потом, когда это все не помогает, он начинает подходить к ней уже искренне. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час от рукой подряд. И тогда она ему говорит. Ты очень хороший человек, я тебя очень уважаю. Но я не хочу жить такой жизнью, в которой ты живешь. Ты можешь жить своей жизнью, но я хочу жить более возвышенной жизнью. Или ты должен принять такую жизнь, не мешать мне. Или ты должен... Или мы будем жить, как живем, вот так вот. Я буду для тебя заботиться, все делать, ты получишь от меня все, что хочешь, но у нас не будет таких сильно глубоких отношений. Потому что каждый человек нуждается в взаимности. Для меня нет взаимности, когда человек интересуется только сексом и интересуется мной чисто для того, чтобы меня использовать. Ему не хочется понять мою душу. Но я готова все делать для тебя. То, что ты пожелаешь. Я твоя жена. Но я не смогу искренне с тобой строить отношения. Я буду это делать просто из чувства долга. И тогда он скажет, а что вот, ну что конкретно ты хочешь? Я не понимаю вообще, что ты хочешь. Пойдем в храм вместе сходим. Просто я вот же делаю для тебя из чувства долга, а ты со мной сходи в храм из чувства долга. Ну пойдем. И так далее. Видите, путь милости не подразумевает, что человек должен за кем-то гоняться. Потому что у него уже есть уникальная ситуация в жизни. У него уже есть глубокие отношения. Потому что путь милости предусматривает очень глубокие отношения, душевные отношения с людьми. А просто жить в деловых отношениях, трудиться. Семейная жизнь это тоже деловые отношения. Это заключение сделки просто. Ты мне делаешь, я тебе. Женщина нуждается в мужчине, мужчина в женщине. Они договариваются, живут вместе. Друг другу заботятся друг о друге. Наслаждаются друг другом. Им кажется, что у них очень близкие отношения. Но бывают особые ситуации в жизни. Когда человек становится инвалидом. Или тяжело заболевает. Или он становится нищим. И тогда близкий человек его бросает. С которым вроде бы были очень близкие отношения. И люди в шоке спрашивают. Почему он меня бросил? Мы же с ним так любили друг друга. А любовь бывает только в сфере милости. Она не бывает в сфере просто жизни обычной. Потому что когда человек просто обычной жизнью живет, он не может никого любить. Он просто всех использует. Все. И сам всех использует. И его все используют. Но это все очень покрыто тайной силой. Там тайна. Никто не знает эту тайну, пока не попадает в беду.